Ребята, всем огромный привет! У нас совершенно сегодня потрясающий солнечный тёплый денёк, и мы после записи видео обязательно пойдём прогуляться, потому что сейчас любой тёплый денёк – это бальзам на мою душеньку. С вами по-прежнему Светлана Екатерина. Ничего не изменилось, и сегодня у нас видео, в котором мы будем отвечать на ваши вопросы. Давно у нас не было подобных видео, и в этот раз вопросы собирала Светлана Валерьевна в своём Инстаграме. По поводу тех вопросов, которые повторялись, у нас есть отдельный плейлист с видео «Вопросы-ответы», и всегда в описании под видео есть ссылка на видео, где мы отвечали на самые популярные вопросы. Там вы сможете узнать, как мы познакомились, как Катя переехала, кем мы работали и что вообще в нашей жизни происходило. Мы с Катей выбрали где-то в районе, по-моему, десяти самых таких интересных и часто встречающихся вопросов, и давай, наверное, Катя начнём прямо с книжного, причём этот вопрос мне очень и очень нравится. Задала его Софья. За Ники, как всегда, заранее, ребят, прошу прощения, я и так-то не особо хорошо читаю, уж когда Ники, да ещё и странными закорючечками буковками на другом языке, вообще не моё. Лицом какой книги вы бы хотели быть в плане рекламы? Я знаю, я вот прям сразу знаю, поскольку у нас давно не выпускают Эмилина Томп, я бы согласилась быть лицом её рекламной кампании в России. Я бы, наверное, предпочла быть лицом, ну, фэнтези какое-то, это сто процентов, но если мы говорим не о фэнтези, Брэндон Сандерсон, конечно же, здесь подразумевался, но если говорить не о фэнтези, то я бы очень хотела... Да, кстати, это логично, что ты будешь лицом в рекламной кампании современного автора, который сейчас выпускается. Я бы очень... Ну и тут ты пресекла просто всю мою дальнейшую речь, потому что я сейчас хотела сказать об авторе, которого уже, вернее, которой уже давно с нами нет, это Айрис Мёрдок. Я бы очень хотела быть лицом, которое представляет её книги, это совершенно потрясающая писательница. Для меня она ещё и глубоко личная. Ты можешь Айрис Мёрдок поменять на Антонио Байт? Нет, я не могу их поменять. Они, хоть обе пишут совершенно потрясающе, но о разном, у них разные проблемы затрагиваются. И вот Айрис Мёрдок – это та женщина, та писательница, которая меня научила, наверное, разбираться в людях. Так, стоп, давай скажем честно, Айрис Мёрдок в рекламе не нуждается. Не нуждается? Ну и Брэндон Сандерсон не нуждается. Да, а нужен тот, кто нуждается. Вот я выбрала именно так, что не я просто такая люблю ваши книги, а я помогаю и продвигаю. Вот, ну хорошо, мне нравится твоя позиция. Мини эгоистичная, Светлана. Я просто тогда пытаюсь, а кого бы мне продвигать? Что бы мне взять в продвижение? Я бы, знаете, тогда вот Джек Вэнс. Вот это очень, хотя тоже давно автора с нами нет, но его произведения на русском языке, да, официально очень давно не издавались. То, что издавалось там вообще это 90-е, 80-е и не считается. Я бы точно стала лицом рекламной компании Джека Вэнса. Обожаю, просто обожаю его произведения. Очень обидно, что вот так складывается с его переводами, совершенно прекрасными. Мне кажется, это тот автор, с которым должен познакомиться каждый любитель фантастики. Это корни. Это наши с вами корни. Она уже в рекламной компании, я чувствую. Вот это хороший вариант, мне нравится. Одобряешь, я очень рада. Катя, следующий вопрос. Что конкретно ко мне? Нет, нет, очень важный. Юлия, в Ютубе ваш значок с двумя котами. Ожидать ли нового рисунка с малышкой? Малышкой. Правда, важный вопрос. Мы рисовали, вернее, мы заказывали эти арты у Нигяр еще до того, как появилась малышка. До 28 декабря 2020 года. Я думаю, что мы что-то сделаем. Там будет либо плапка, либо носик, либо ушки торчать, потому что она ровно в половину меньше котов. И уже, естественно, расти не будет. Она уже выросла, она взрослая особь. И теперь растет только в шире. Только в ширину. В длину она больше. Не в длину, не в высоту, только в ширину. Прекрасная деловая кошка. Мы с Катей думали о том, чтобы к семилетию канала, к марту следующего года, 22-го, сменить оформление. Но с другой стороны, когда мы задумались серьезно над этим вопросом, посмотрели на свое оформление, на то, как выглядит канал, на цвета. Мы поняли, что нам очень комфортно в том, что есть сейчас, и, скорее всего, оформление мы менять не будем. Но в ближайшее время. Но так как действительно на аватарке у нас всего два кота, а это очень несправедливо, потому что кошка важная часть нашей жизни. Это буквально главная женщина. То мы думаем, либо вот к той же самой аватарке попросить Нигиарда рисовать ушки кошачьи, которые будут торчать, да, вот два кота, там торчат ушки, либо ее лапку, что она сигнализирует, она тоже здесь, она тоже с нами. Я присутствую. Так, Аня спрашивает, самая безумная жертва ради блога? Ну, я тут могу ответить, что до 1 июня 2021 года все жертвы, которые я делала, это были, я жертвовала блогом ради чего-то, причем ради того, в чем мне некомфортно, что мне не нравится, что мне не приносит ни морального, ни материального удовлетворения. И, ну, потому что вот семья, семья у меня всегда на первом месте, и поэтому приходилось жертвовать блогом именно ради того, чтобы моей семье было комфортно. Поэтому реально для меня ситуация всегда складывалась ровно наоборот, я жертвовала блогом ради чего-то. Больше я не собираюсь этого делать. А я вот пытаюсь что-то вспомнить и понимаю, наверное, но я не хочу называть это жертвой. У меня теперь в голове любая наша куда-то поездка, она не укладывается, что ты просто куда-то едешь, да, ты просто едешь и отдыхаешь. Ты едешь и пишешь влог. И я не представляю сейчас куда-то ехать и ничего не записывать. А, ну ты хочешь сказать, что тут немножко получается вроде как не жертва, но все равно в любом отпуске ты что-то записываешь. Ты все равно что-то делаешь, и ты все равно, у тебя какая-то часть мозга думает о том, что надо сделать. Надо генерировать контент. Да, недавно был такой комментарий, я его немножко не поняла, там было что-то в духе. Я за свободных буктюберов, я против коммерции. Тут немного другой взгляд. Работа, когда она любимая, в том числе если это блог, то это работа, которая тебе приносит удовольствие. И естественно, что за любую работу, за то, на что ты тратишь максимум своих эмоциональных ресурсов, временных ресурсов, да, материальных в том числе, ты хочешь от этого что-то получать, это вполне логично. Но, на мой взгляд, в идеальном мире любой человек должен получать от работы и эмоциональное, и материальное, и вообще любое другое удовлетворение. Ты должен комфортно себя чувствовать в том, чем ты занимаешься большую часть своего времени. Сейчас, наконец-то, я к этому пришла, и я надеюсь, что так оно и останется. У многих реально есть такой пунктик, работа не равно хобби, не равно удовольствие. Для них, когда хобби становится работой, это плохо, это неправильно, ни в коем случае. Потому что, когда ваше хобби, то, чем вы любите заниматься, становится вашей работой, начинает приносить вам доход, и вы живете за счет того, что вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы, наконец-то, приходите в гармонию с собой. Только путь к этому, он очень непростой. И по психологическим причинам, и по окружающим обстоятельствам очень многие, многое, да, и многие будут тянуть вас от этого обратно. У меня долгие годы никто не понимал, в принципе, что я здесь делаю, и как это может приносить доход, и как это может складываться в какую-то работу, потому что работа, вот у меня для всех в моей семье работа, это исключительно равно ты сидишь в офисе. И не важно, что ты сделал до обеда всю работу, и просто сидишь еще 4 часа и лупишь глаза в монитор. Что-то мы уже в какую-то другую степь удались. Это же мы, ребята, это же мы. Катин 1309 или Кэт Ин 1309, вот как-то так. Расскажите о ваших недостатках, что вам в себе не нравится, и как с этим работаете? Света всегда правильно говорит, когда мы с ней общаемся, что самый суровый критик – это ты сам. Это действительно так, поэтому никто никогда меня не сможет уколоть, когда мне указывают на то, что я что-то не так в кадре сделала, на то, что я не так сказала. Я сама себя прекрасно ем. Я пытаюсь бороться с чувством вины. Я чувствую себя виноватой, когда я ничего не делаю. Я чувствую себя виноватой, если я там, допустим, на час-два поспала дольше. Я считаю, это мой... Она чувствует себя виноватой в том, что у видео мало просмотров. Она чувствует себя виноватой в том, что кто-то написал негативный комментарий. Либо когда Света делает видео, монтирует, ей что-то не нравится, мне кажется, это мой косяк. Я пытаюсь с этим бороться. Второй недостаток – это, наверное, то, на что мне тоже иногда указывают, но я с ним не могу бороться, это моя черта, это у меня заложено в голове. Я неправильно ставлю ударение, причем иногда на абсолютно обычные слова. У меня это бывает и при личном общении, у меня это бывает на камере. Это моя особенность. Вот здесь это так работает. Это не значит, что я тупая, это не значит, что я глупая. Мне просто надо с этим свыкнуться и объяснять людям, что когда у вас что-то не так, вы пишете, допустим, с ошибками, либо вы говорите с ошибками. Это еще не равно то, что ты тупой. Или безграмотный. Или безграмотный. Это серьезная проблема. Но вот Катя еще сказала про чувство вины. Да, у нее оно обостренное по другим причинам. У нее еще есть вот эти вот приступы агрессии, когда она выплескивает свою агрессию просто вот, когда ее не надо выплескивать. И я ей всегда говорю, что, Катенька, ты же понимаешь... А мы думали, мы только про недостатки в отношении канала? Нет, вообще, в принципе, про недостатки. Тогда я выйду. Когда мне пишут, что я миленький, аленький цветочек, вы просто не видели меня. Что бывает, если меня сильно задеть? Да, что Светлана Валерьевна подавляет Екатерину Евгеньевну. Это не тот человек, которого можно подавить. Но наши постоянные зрители это знают. Новеньким надо обвыкнуться. Потому что Катя, она очень вспыльчивая и очень яростная. Это то, что ей вредит самой. Я ей всегда говорю, Катя, ну вот мимо этот человек, ну ткнул он тебе, ну сказал он тебе что-то. Пихнул, толкнул, вылил тебе на голову кружку кофе. Ты же понимаешь... Ну, это я утрирую, вы должны понимать. Давно именно так и было. Да, Кот, пожалуйста, я тебя умоляю. Здесь Кот просто пытается пристроиться. Мы пишем же на его месте, поэтому у него, как всегда, проблемы. Он ревнует к своему месту. Короче, я говорила о том, что все эти приступы агрессии и вспыльчивости, они вредят только ей. Ну, я про чужие недостатки. Знаете, я столько могу рассказать. Вот я жду, когда ты начнёшь про себя говорить. Про чужие? Я же тоже, я же тот человек, который знает, как лучше, как лучше жить. Вот я только единственное, что молчу. А так я каждому могу рассказать, как ему надо правильно построить свою жизнь. У меня тоже есть такая фигня, как чувство вины. Причём это чувство вины, оно мне мешает очень сильно в работе. Прям очень конкретно. Я не могу ни отдыхать нормально, ничего. И как только любая пауза у меня, я физически, я уже просто на измоте, на истощении. Всё, что мне надо, это бухнуться и отоспаться. Я не могу. Я буду себя доводить до того состояния, когда у меня начнут трясти руки, да, и мне надо уже бежать к доктору. Но я себя сжираю просто этим. Я не знаю, как пока от этого избавиться, но вот ты работаешь в этом направлении. Я работаю, да, я уже лежу в том направлении, чтобы от этого избавиться. Это реально очень сильно мешает. И это тормозит собственное развитие, оно тормозит работу. Короче, это замкнутый круг один сплошной получается. То есть, и всё, у тебя нет больше недостатков? Нет, у меня недостатков, и что, у меня очень много, очень много недостатков. Я просто дошли, это, понимаете, это объять необъятное. Это столько надо всего перечислить. Да, это просто как один из примеров того, что меня сейчас очень сильно волнует и с чем я начала бороться. Саша спрашивает, тоже хороший вопрос. Страшно было выйти за рамки съёмок видео и создать реальный продукт? Это по поводу читательских дневников, и скоро нам будет ещё более страшно, потому что 30 ноября мы презентуем наш второй проект. В какой-то момент было страшно. Но, Света, огромное ей спасибо за то, что она как раз-таки проходила вебинар один и рассказала о том, что когда человек начинает презентовать свой продукт, он очень боится и ждёт негативной реакции. Не каждый человек, а человек с определённой психикой, а это наша психика. Мне кажется, это чаще всего бывает. Это наш вариант, потому что я очень этого боялась. И я думала, как от этого избавиться, потому что, ну я-то знаю, я же старалась. Сейчас я от этого отошла, я понимаю, мы просто развиваемся. Наш канал растёт и идёт уже за пределы нашего блога. Это абсолютно логично. Надо понимать изначально, что не всем понравится, не всем это нужно, да, то, что ты делаешь. Ну как, в принципе, любой там какой-то продукт, он не всем нравится и не всем подходит. Но опять, для меня здесь главное делать то, что тебе нравится самому. Мне не стыдно за то, что мы сделали. Нет. Мне это очень нравится. Да, дневник дорогой, я с этим согласна. Страшно, безусловно, было. И да, Катя правильно сказала, что сейчас нам будет ещё более страшно. Если тот дневник делался в коллаборации, да, и всё, как бы, сторона вот эта техническая и материальная. Она была наяне. Если она была на другом человеке, то здесь уже всё на нас. Понимаете, я не хочу застревать в чём-то одном и никуда не двигаться. Это самое страшное для меня, что может случиться, если я просто, да, вот где-то вот встряла и всё. Вот раньше у меня был дикий страх, что я никогда не избавлюсь от своей работы, которая меня гнетёт, угнетает и не приносит мне абсолютно ничего. Слава богу и спасибо Кате, что она меня поддерживала, что я из этого выбралась. Либрос спрашивает, что самое сложное для вас, как для читателей, выбрать следующую книгу. Серьёзно? Да, для меня это проблема. Я же, как обезьяна, красивая и умная. Мне надо пятое, десятое. Вот реально выбрать следующую книгу для меня это самое сложное. Потому что одновременно мне хочется читать очень много всего, но больше там четырёх-пяти у меня, как бы, я себе не беру на чтение. У меня есть два пункта. Во-первых, это именно для блога я не хочу читать и стараюсь не читать книги именно со своей учебной стороны, да, то есть вот с этим филологическим зрением. И я всегда стараюсь это в себе приглушать, потому что, ну, я же буду читать объективно, а то, что мне нравится и не нравится, это уже второе дело, и от этого надо отходить. Мне кажется, чтение — это не то занятие, где надо быть объективным. Поэтому, когда я вижу какие-то вот такие моменты в книге, когда я понимаю, что я включаю вот этот свой филологический взгляд, я его стараюсь отключить. Иначе я и удовольствия от каких-то книг не получу. И когда я читаю подростковую литературу, вот у меня сейчас период, как раз в начале ноября я прочитала много книг о Фейре, я дочитываю цикл «Всё ради игры». Я стараюсь отключить ещё и свой цинизм, который с возрастом появился, который с возрастом, вернее, он становится только выше. Ну, а так всё. У меня нет проблем, как выбрать следующую книгу. Ну, а у меня это вот, я думаю, боже мой, что потом хватать? Что хватать? Книг-то много, а я одна, к счастью, я могу сказать. Я бы не хотела ни с кем делить это своё книжное удовольствие. Так, Алёна спрашивает, думали ли вы, что у блогинга есть возрастные ограничения? Книжный блог в 55, для вас ограничения? Я так думаю, дальше вопроса не видно, типа, или нет? Знаете, что хорошо в блогинге? Это то, что здесь нет ограничений. И если у кого-то сидит в голове, что блогер может быть только 15-летним, то это сидит только в голове у этого человека. Как показывает практика, зрители любого блога, они не замораживаются в одном возрасте. То есть, если вы начали вести блог в 15... А вообще никто пока не научился этого делать. Ни у кого не вышло. Если вы начали вести свой блог в 15, и у вас основная аудитория 13-18 лет, она растёт с вами, то эта аудитория, когда вам будет 35, соответственно, вырастет вместе с вами. По-другому не получится. Точно так же, как наша аудитория растёт вместе с нами. Да, когда возникают какие-то новинки, что-то особенно в технологиях, приложениях. Я думаю, когда возник YouTube, и когда вот это всё началось. Естественно, первые вот эти все тренды схватывают более гибкий мозг. Это подростки, и как бы изначально блогеры, естественно, это в основном были подростки. И аудитория у них была подростковая. Но уже на данный момент говорить о возрастных ограничениях в блоге, я вообще... Это бессмысленно. Посмотрите, сколько возрастных блогеров на данный момент существует. Поэтому я не вижу для себя возрастных ограничений. Я, в принципе, не вижу возрастных ограничений ни в какой деятельности. Вот я всегда говорю, там привожу в пример, если говорить, кого я читаю в Инстаграме, у меня есть три возрастных фэшн-блогера, которых я смотрю. Это моя кошка. Нет, кошка моя. Там одна живёт в Нью-Йорке, одна в Австралии, третья в Канаде, не помню в каком городе. И вот я на них смотрю и понимаю, а все привыкли смотреть, там мода, да мода – это кто-то молодой, мода – это до 25, мода – это до 30. Да неправда. Если в твоей голове сидит ограничение, что у тебя после 30 всё смерть, грубо говоря, да, возраст доживания, как у нас там говорят, кто старше 60, это неправильно. Надо наслаждаться каждой минутой своей жизни. И вот в этом плане, да, я договорю. Если ты в 30 думаешь, что ты уже там для чего-то стар, то так и будет, потому что это в твоей голове. В этом плане мне очень понравилось, как Джейн Фонда, по-моему, в прошлом году я читала с ней интервью, ей уже 80, да, и она сказала такую вещь, что она не понимает, к чему этот культ молодости, что сейчас очень много и продолжается вот этот эйджизм, основная часть твоей жизни проходит в зрелости. Да, молодость и хороша тем, что она мимолетная и коротка. Насладись ей, отпусти её и наслаждайся другим периодом жизни. И не думай, что ты для чего-то стар. Ну, иначе твоя жизнь превращается в какашку, грубо говоря. Хочешь надеть цветные колготки? Блин, надень ты эти цветные колготки. Любишь ты носить что-то? Носи это. Главное – комфорт твой и уважение к окружающим. Вот самое главное – это твой комфорт и уважение к любому другому мнению, взгляду на жизнь и так далее и тому подобное. Хочешь, чтобы тебя уважали? Уважай всех в ответ. Всегда надо начинать с себя. Я поддерживаю, Екатерина Евгеньевна. Аметистиум. Аметистиум, наверное. Мне всегда было интересно, как вы всё успеваете. Мне тоже. Хочется в ответ спросить, а с чего вы взяли, что мы всё успеваем? А вы видите всего лишь часть жизни, в которой мы всё успеваем. Всё успеть невозможно, к сожалению. Но как-то я себе день более-менее планирую, чтобы действительно нигде у меня не проседало. У меня иногда ощущение, что я ничего не успеваю. Смотрите, солнце заходит, тени увеличиваются. Иногда есть такие дни, когда ты просыпаешься и понимаешь, у тебя сегодня вообще ничего не пойдёт. Всё валится из рук. Ты там поделал какие-то мелочи? И такой, ну окей, сделаю себе выходной сегодня. Хотя вот у нас уже со Светой отошли вот эти моменты, да, что пятидневка, там выходные, суббота, воскресенье. У нас может быть выходной там один в неделю, и это, например, среда. Те дни, когда у нас выходит видео, я считаю, что это дни с передышкой. Но я в выходные дни, я сразу, знаете, вот это вот ещё дурацкая фиговина, когда ты видишь вокруг себя одних сплошных продуктивных людей, которые реально всё успевают. Это очень сильно тоже давит на моё чувство вины в том числе. Но у меня есть несколько приоритетных занятий, да, которые я ставлю выше остального. Всегда есть что-то, что тебе надо выполнить в первую очередь, что для тебя важно. Но есть что-то, что можно отодвинуть на второй план, вот я стараюсь следовать этому графику, да, и как-то вот так. Несколько вопросов были на тему того, там, с разной формулировкой, что изменилось в вашей жизни с началом ведения канала. Мне кажется, всё изменилось. Мне кажется, самое главное вот изменение за эти шесть лет именно в плане жизни, это то, что ты стал немножечко проще относиться к тому, как ты выходишь на улицу. Например, я, да, вот все макияж, прическу я делаю для видео. Если я потом с этим всем иду на улицу, ну, прекрасно, хорошо. А в основном я называю то, как я хожу на улицу, это бомж. Бомж-пакет. Да, я надеваю какие-то удобные штаны, я надеваю длинные свитшоты, худи, толстовки, и иду в таком виде на улицу. Мне уже пофиг даже, если меня узнают. Ну, к своей внешности это 100%, я стала относиться проще. Проще, да. На многие вещи я теперь вообще не заморачиваюсь. Да. Вот абсолютно, меня уже ничего не колышет. Но, наверное, больше всего, вот что изменилось за это время, моё отношение к людям. Ты не видел много людей, ты не видел большого среза. А сейчас хотя бы на канале вокруг тебя, кто тебя постоянно смотрит, ты видишь, да, людей. И я поняла, что в людях гораздо больше там какого-то отклика, сочувствия, вообще желания там тебя выслушать, помочь, его гораздо больше, чем я думала раньше. Именно сейчас, когда я веду канал, я больше поверила в человечество, чем до того, как мы это дело замутили. И если раньше во мне там какое-то чувство неудобно, стесняюсь, ещё что-то, да, вот зайти там куда-то, что-то спросить, что-то сказать, там, сказать, это мне не нравится или ещё что-то, сейчас это вообще ушло. Вообще пуфи. В принципе, вот высказывать свою точку зрения, свою позицию, я теперь тоже абсолютно могу спокойно там, не то, что раньше. Где-то я там на работе могла и смолчать, да, не ввязываться. Я теперь могу спокойно сказать, что я думаю по этому поводу, даже если это идёт абсолютно в разрез с мнением там сидящих возле меня. То есть меня это больше не смущает. Как мы завели канал, я начала заново вести дневники. Вообще, в принципе, да, я вернулась к формату ежедневника. Я пишу всё время дела какие-то. Я стала более организационной, что ли, в жизни, потому что был какой-то период у меня, как раз, когда я сидела на нелюбимой работе, 8 часов, когда начальник давал раз в год премию 3000 и думал, что это ну с барского плеча, это вообще. Именно за это ты работаешь. И вот за это и за корпоратив. Тогда мне было очень тяжело, у меня как-то вот жизнь была каким-то комочком, что ли. То есть я плыла по течению и всё. Сейчас у меня это более осознанно. За это время, но это не только ведение канала, это ещё и до канала, и до канала, и во время канала, когда мы с Катей, когда у нас было своё общее дело, я научилась брать жизнь в свои руки. Не у всех это получается. Брать ответственность на себя. И мне теперь не страшно что-то радикально поменять. И начинать что-то новое. Начинать заново. Вот это, пожалуй, самый большой плюс, который во мне изменился. Потому что я, ну я же мягкая булочка, я не могу, у меня вот тут мама есть, которая всегда прикроет меня. Я себя воспитала. Или канал, ну не знаю, что-то, короче, где-то у меня поменялось. В эти 6 лет что-то изменилось. Это очень хорошо. Вот, ребята, все вопросы, на которые мы хотели ответить. Большое спасибо, что вы задавали. Котик вот почувствовал, что мы заканчиваем, заканчиваем и скорее бегом сюда выбирается к своему месту. Надеемся, что вы узнали о нас что-то новое. Если интересуют еще какие-то вопросы в комментариях, можете их задавать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, наслаждайтесь солнышком. Субтитры сделал DimaTorzok